В следующем представлении у нас сейчас свободное время и мы гуляем по острову, сейчас пойдем с бабочком и вот у нас красивые водопады, а вот такой интересный краник. На территории имеется детская площадка. А вот и почему назван островом орхидеи, потому что тут на каждом шагу растут орхидеи. Как ни странно, остров орхидеи на самом деле часть материка, то есть полуострова Хонхилл с противоположной от Ничанга стороны залива Хонхилл. По названию жители Вьетнама позиционируют остров как сад, где произрастает огромное число видов и сортов орхидеи. На самом деле, в любое время года, пройдя вглубь полуострова, на деревьях, на клумбах, вдоль дорожек можно увидеть разноцветные орхидеи. В зеленой гуще парка ждут своих гостей ручьи с мостиками, пальмы, затейливые фигуры из камней. На гористом полуострове имеются и красивые водопады среди огромных валунов. Приморс там. Почти... Ой! Опять бегемой. Опять бегемой, да. Ой, слоник пришел. Слоник пришел, да. здесь также имеется кафе где можно перекусить и выпить вкусный кофе но мы дальше направляемся в парк бабочек и попугаев ты порядок наводишь да пойдем на бабочку пойдем здесь также красиво как и на всем острове все утопает в зелени но только бабочек здесь раз два и общался больше всего наверное тут попугаев ул а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 лайки. Всем пока-пока!